Всем привет! У нас закончился цикл обзоров из первой посылки от Веселого Ниндзи, где было только исключительно немецкое пиво, немецкие сорта, и начинается цикл обзоров второй посылки от Веселого Ниндзи, которая пришла исключительно только с бельгийским пивом. Бельгийское пиво, на мой вот личный, субъективный взгляд, в корне отличается от немецкого, но тем интересней будет его обозревать, проверять и дегустировать. Что примечательно, несмотря на свободу передвижения в пределах Европейского Союза, покупка бельгийского пива, например, в Германии, обойдется существенно дороже, нежели приобретение сортов местного разлива. Каждое государство, как говорится, защищает свои собственные интересы. Кстати, а вы знаете, что в одной только Швейцарии с населением всего 8 миллионов человек, что на 4 миллиона меньше, чем в одной только Москве, выпускается более 100 различных сортов пива? Никогда бы, вот лично я не подумал, но мы когда-нибудь замутим цикл обзоров с Веселым Ниндзей только на пиво из страны банков и часов. Поэтому оставайтесь с нами. А сегодня у нас на обзоре порядком заезженное уже на просторах отечественного ютюба бельгийское пиво Гримберген с двумя его разновидностями. Это блондинистая блондинка Блонд Блонди и двойное темное дубль Дабл. Скажу честно, после того, как я увидел официальный сайт пива Гримберген, я заочно для себя решил, что это пиво такое диабло в пивной индустрии. Не знаю, все ли наши подписчики играли в эту замечательную игру от компании Blizzard, которая шибко знаменита своими синематическими трейлерами, но как бы то ни было, следующим рекламным роликом с нашим переводом в субтитрах мне хотелось бы пояснить данную параллель. Субтитры сделал DimaTorzok Фоунинг, в 1128. Гримберген Аббэй, в 1142. Дешево в 1566 году, в 1566 году, в 1798 году. и в 1798 году. Субтитры сделал DimaTorzok Each time, это был доставлен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok and inspired its motto Our debt-neck consumator Burned, but not destroyed A beer like no other Its origins rooted in the abbey and its legendary history Большинство тех, кто обозревает пиво Гримберген, связывают его происхождение с орденом монахов-премонстрантов. И это действительно так. Монахи ордена славились суровым аскетизмом, могуществом, а также своим пивоваренным искусством. Основателем ордена был довольно-таки знатный мажор, вхожий в императорские круги, имевший приличные доходы от своей должности и отличные перспективы на высокий церковный сан. Звали его Норберт. Как-то раз Норберта переклинило видение, и он проникся своим душевным спасением, отчего добровольно лишился всех богатств и начал бродяжничать по стране, проповедуя людям покаяние. Спустя некоторое время эти же самые простые люди, ни дать ни взять, причислили Норберта к лику святых. Примерно в 1120 году Норберт с семью последователями пришел на указанное богом место, где и заложил первый монастырь. Ну а дальше пошло-поехало, и уже через 30 лет во Франции и Германии было почти 100 аббатств, монахи которых носили белые одеяния Примонстранского ордена. Спустя 8 лет после основания первого монастыря святым Норбертом к Сайтенским в бельгийской деревушке Гримберген, монахи Примонстранского ордена додумались до обарки собственного пива. И даже в наши дни это пиво не утратило связь с аббатством, поскольку монахи плотничком контролируют рецептуру, процесс производства и маркетинговую составляющую. Кроме того, монахи получают проценты с каждого проданного гекалитра. Неплохой такой церковный бизнес. Кроме того, Гримберген благодаря широкому спектру вкусов в различных сортах позиционируют еще и как пиво, которое хорошо сочетается с едой. Я, признаюсь, не сторонник такого симбиоза, я не люблю запивать пищу пивом. Исключение составляют, пожалуй, только легкие закуски, типа твердого или голубого сыра и сырокопченых колбасок. Конечно же, куда же без них? С рассказом о внешнем виде бутылок у меня теперь будут явные проблемы, поскольку я не понимаю бельгийский. Но с основными моментами, надеюсь, разобраться сумею. Итак, состав у Гримберген блонд-блонди следующий. Вода, ячменный солод, сахар и хмель. Крепость пива 6,7%. Теперь обратимся к дубль-дабл. В составе дубль-дабл встречаются первые ешечки. Состав у него следующий. Вода, ячменный солод, сахар, хмель и краситель 150С. Сахарный коллер 3. На немецкое уже совсем не похоже, не правда ли? Крепость у пива 6,5%. Давайте теперь понаблюдаем за пеной у пива Гримберген. Начнем, пожалуй, с блонд-блонди. Давайте открывать. Я специально поставил рядом два стакана, чтобы, во-первых, сравнить цвет этого пива, а во-вторых, чтобы на ярком примере понаблюдать за поведением пены у двух этих сортов. Итак, блонд-блонди. Пена порядка 9 см. Дубль-дабл. Пена тоже порядка 9 см при налитии, но вот, как мы видим, у блонд-блонди она быстренько ушла до примерно 6-5 см. Давайте засекать, за сколько та и другая пена упадет. Я что-то смотрю на эту пену и прикидываю себе в голове, что пиво Гримберген – это какой-то пивной киборг. Прошло уже почти 4 минуты, а пена как стояла, так и стоит и никуда не уходит. Как вы видели, пена у этих сортов пива держалась более 4 минут. Я прервал запись, поскольку не видел уже в ней никакого смысла. Ну, рецептура соблюдена, пена отличная, пена очень хорошая как и по структуре, так и по внешнему виду. Поэтому давайте пробовать блонд-блонди Гримберген крепостью 6,7%. На запах оно довольно-таки резкое, чувствуется солодовый аромат. Какое-то, знаете, дополнительное благоухание. Я не могу сформулировать точно его принадлежность, но оно чувствуется довольно-таки явно, очень насыщенное по запаху пива, я бы сказал. Сладковатое, чувствуется сладость. Слушайте, мне нравится, мне нравится. По структуре самой жидкости я могу сказать, что она с низкой карбонизацией, потому что тоже очень вялые пузыречки, которые возносятся к вершине. Ну давайте попробуем, что ли. Слушайте, мне, наверное, стало понятно, почему бельгийское пиво настолько популярно в пивных обзорах на Ютьюбе. Потому что оно реально вкусное. Вот этого пива 6,7% алкоголя. Сейчас все крепкие алкогольные коктейли и самое крепкое пиво, которое когда-то было 9% России, снизили до 7,7%, но пить его невозможно, потому что это полная гадость. А вот это 6,7% это просто какое-то благоухание вкусов. Вы знаете, вот я смакую ее во рту, и этот гримберген блонд-блонди похож на какой-то лимонад с крепостью. Слушайте, это удивительное сочетание прям. Я, если честно, гримберген до этого не пил. И то, что я сейчас ощущаю во рту, шикарно, слушайте, шикарно вообще. Очень хорошее послевкусие у него. Нет сухости, как у многих немецких сортов. И в то же время из-за, видимо, градуса оно согревает. Прям я вообще... Я, если честно, поражен в хорошем смысле этого слова, потому что, ну, реально вкусное, вкусное, ароматное пиво с многообразием оттенков вкуса. Мне очень нравится. Реально, вот я его смакую во рту, и чувствуется, как будто это газировочка буратино с градусом, и с горечью на остатке небольшой, легкой, ненавязчивой. Шикарно, нет слов. Монахи-премонстранты, красавцы. Супер! Супер вообще пиво. Мне очень понравилось. На этом, пожалуй, все с блонд-блонди. И давайте перейдем к дубель-дабл, к темному. Ну, а теперь приступим к дубель-дабл темному. Вы знаете, вот оно постояло какое-то время после того, как я налил и пена спала. Но куски этой пены до сих пор стоят в стакане. И причем они такой плотной структуры, знаете, как будто творожные прям. Как будто можно на них положить монетку, и монетка никуда не провалится. Слушайте, это вообще поразительно. Я небольшой знаток бельгийского пива, потому что я очень люблю и уважаю немецкое. Но это будет хороший опыт для меня в первую очередь. Давайте понюхаем, что там интересно. А не пахнет оно практически ничем. Какой-то легкий такой, довольно-таки хмелевой запах. Хмелевой и чуть-чуть сладкий. Больше я ничего не чувствую. Свежий запах, свежий довольно. Ни резкости нет, ничего. Очень мягкий и приятный запах. Давайте попробуем. На цвет оно даже потемнее, чем чай будет. Тоже, я так понимаю, низкой карбонизацией, поскольку пузырьков практически нет. Ну, слушайте, несмотря на то, что это пиво дубль-дабл или двойное темное, оно нифига по вкусу никак темное. То есть и плотность у него, как у лагера, и пьется очень легко. Мне это пиво тоже нравится, поскольку после вкусе у него довольно-таки сладкое и не обременяющее. Горчи, как таковой, вообще практически не чувствуется. Она есть, но такая мимолетная, какая-то расслабленная и быстро пропадает с языка. Слушайте, ну я в восторге вот от этих первых двух сортов бельгийского пива, потому что они как-то перевернули мое пивное мировоззрение. Однозначно я сражен этим пивом, потому что... Ну потому что оно очень вкусное. Если бы такое пиво делалось в России, черт возьми, я бы его покупал каждый день. Правда, конечно, это пиво не... не легкое. Оно не на постоянку. То есть если вы хотите сидеть и смотреть кино, попивать пивко и чем-то его заедать в прикуску, типа пиццы какой-нибудь, вот это пиво вам точно не подойдет, потому что оно настолько глубокое, настолько тонкое, настолько в нем много всего, что его надо пить как отдельный напиток и действительно в паре с какими-нибудь блюдами, которые, ну, сочетаются, сочетаются. Просто заедать его чипсами или чем-то это не вариант. Не вариант. Респект монахам-премонстрантам и пивоваренной компанией Альтен Масс. Насколько я знаю, эта пивоваренная компания очень крупная в Бельгии и одна из самых древних. Вот. Спасибо ей большое за такие вот вкусные сорта пива. Спасибо всем, кто смотрел это видео. С вами был веселый Панкратс. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Там до сих пор идет розыгрыш. Розыгрыш будет идти до 30.04.2016 года. И спасибо за внимание. До новых встреч.